Военнослужащий Ильфир – бортовой штурман военного вертолета Росгвардии Тувы. Общий летный стаж 300 часов, половину из которых он отлетал еще в студенческие годы. А для того, чтобы стать штурманом, ему пришлось пройти через долгий и кропотливый труд. Я в 8 классе поступил в кадетский корпус, в Уфимский кадетский корпус. Там учился 4 года. После этого продолжил службу в вооруженных силах, срочную службу, 1 год. И после этого я решил поступить в Сызранское высшее авиационное училище летчиков. Прежде чем его приняли в высшее авиационное училище, ему пришлось пройти ряд обследований. Медицинские, где здоровье должно быть категорией А, то есть 100%, без всяких патологий. Кроме этого, необходимо иметь отличную физическую подготовку и стальные нервы. А также необходимо иметь безупречную репутацию. Пополнение полета только начинается на третьем курсе обучения. Третий, четвертый, пятый курс. Первые два года изучается материальная часть, изучение самого вертолета. Ну, те же самые математика, даже русский язык, психология. И на третьем курсе уже только курсанты поднимаются в воздух. О своем первом взлете вспоминается улыбка. Ведь только с пятого часа полета начал чувствовать вертолет и перестал испытывать страх. Покорить небо могут не все. Для этого нужно думать о будущем со школьной скамьей.